Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров. Заменен на нем сегодня задние поперечные тяги, верхние, короткие. С одной стороны сайленблок оборвало, и тяга смещается, бьется окрепление окронстейна на кузове. Со второй стороны вроде бы он еще не двигается, но если менять, то менять оба. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и откручиваю тягу. Поднял автомобиль, снял колесо. Хорошо видно, что рычаг прижат опять к этому кронштейну. Руками раз отодвинул его. Здесь у нас болт-экцентрик. Сейчас протру его с торца. И помечу с двух сторон, спереди и сзади, маркером. Занкать. Поэтому сверху. Япыль. Замен. Зам. 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 Все, пометил. Болт на 22, а гайка на 19. Лишь бы здесь сейчас болт во втулке не закис. А то будет весело. Придется оставлять все и заказывать еще болт. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь еще и не ударить. Смотрите продолжение в следующей серии. Пусть покиснет маленько. Снимаем шплинт. Смотрите продолжение в следующей серии. И откручиваем гайку. Гайка на 17. Смотрите продолжение в следующей серии. Два-три хлестких удара сюда в торец, но при этом чтобы не попасть по пылинику и не попасть по проводу. Все, отошел. Теперь побеждаем наш болт в сайлентблоке. Смотрите продолжение в следующей серии. Видно он во втулке дышит. Крутится вместе со втулкой. Крутящий. 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 Отлично. Отлично, болт вышел и это здорово. Видно, вода проникла, а предпосылки к этому были, чтобы он закис, а коррозия на нем почищу, смажу. Вот. Выскочил. А я его, наверное, возьму, чтобы потом удобнее ставить. Здесь-то я его наглую тянул. Я немножко торец на болгарке подточу. А, сайлентблок. Он просто гуляет. Его даже так слышно, как он гремит. Вот они, посторонние шумы. Пробег в автомобиле не такой большой и эксплуатируется только в городе. Ладно, выпрессовываем сайлентблок. Сайлентблок 32,8. Взял головку на 24, она на 32. Ей буду выпрессовывать. И оправочку с внутренним диаметром на 34. Взял головку на 24. Взял головку на 24. Взял головку на 24. поث transitioning к горячим зел kolejный кусок. Берем бесплатно. Глобок начин. Берем lugAN. Берем ground. КОНЕЦ Вот и все Берем новый соленблок Новый соленблок оригинальный 55253-2S-300 Вот такой вот соленблок Смазываю его силиконовой смазкой Смазываю силиконовой смазкой внутри И запрессовываем обратно КОНЕЦ 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 Все, сайлентблок у нас сидит на месте. Идем устанавливаем. Устанавливаем рычаг на место, как я и говорил, я немножко носик подрезал, смазываю резьбу, смазываю втулку внутри сайлентблока. Ну и заправляем на место рычаг. Так, его проводим, изгибаем палец и вставляем на место. При этом, чтобы отверстие под шплинт было вертикально. Наживляем гайку. Смазываем болт. С болта я тоже мохнатую коррозию сбил. Мобильно смазал его. Чуть-чуть раздвигаем и заводим рычаг. Смазываю. 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 Я тихо. Сейчас ясно. ловим метку и закручиваем гайку но пока не затягиваем ее когда автомобиль опущу подвезу снизу уже затяну этого достаточно а вот эту гайку мы затягиваем совмещаем прорези в гайке с отверстием чтобы нам шплинт вставить все зашплинтовал а теперь мы меняем со второй стороны точно также аналогичным образом но там соленблок живой в отличие от левой стороны на этом все замену соленблоков задних коротких рычагов поперечных я закончил всего вам доброго снял рычаг и хотел показать соленблок со второй стороны хоть он и не двигался полностью он не оторваны но здесь он видно он вырвал выроны с одной стороны поэтому менять однозначно с двух сторон надо всегда и Продолжение следует...